О, Генри, воспоминания желтого пса. Думаю, что вы люди не очень-то удивитесь, прочтя литературное упражнение животного. Мистер Киплинг и немало еще других писателей доказали, и не без материальной выгоды для себя, что животные умеют изъясняться на недурном английском языке. В нынешнее время ни один иллюстрированный журнал не обходится без звериного рассказа, если не считать старинных ежемесячников, которые все еще угощают читателей изображениями Брайана и ужасами катастрофы на горе Пелла. Но не ищите в моем повествовании тех высокопарных фраз, которыми обмениваются в книгах джунглей «Нумалев», «Шита пантера» и «Хиста змея». У желтого пса, проведшего большую часть своей жизни в дешевой, нью-йоркской квартире, где он спал в углу на старой сатиновой нижней юбке, на той, которую его хозяйка облила портвейном во время банкета в клубе, нельзя ожидать особых фокусов по части слога. Родился желтым щенком. Время и место рождения, а также и родословное, и вес неизвестны. Первое, что я помню, это старуху, которая стояла на углу Бродвея и 23-й. Она держала корзинку, в которой я лежал, и пыталась продать меня толстой даме. Старая ведьма расхваливала меня на все лады и выдавала меня за чистокровного померанско-гамбельтонского, красного ирландского кахенхинского фокстерьера. Толстая дама начала охотиться у себя в радикюле за пятеркой, наконец нашла ее в куче обращиков бумазей и фланелета и расплатилась. С того момента я стал любимой собачкой, маминым собственным дусиком-песиком. «Скажите, любезный слушатель, случалось ли когда-нибудь с вами, чтобы толстая, двухсотфунтовая особа, пахнущая сыром и под эспанием, брала вас на руки и водила бы носом по вашей шерсти, приговаривая все время? Хоть и мой холосенький дусик-пусик-мусик-кисик-мисик». Из чистокровного желтого щенка я, выросший, превратился в безымянного желтого пса, похожего на помесь ангорского кота с целым ящиком лимонов. Но моя хозяйка не огорчалась. Она твердо верила, что два первобытных щенка, которых Ной загнал себе в ковчег, являлись лишь боковой ветвей моих предков. Потребовалось вмешательство двух полицейских, чтобы не допустить ее на выставку в Мэдисон-Сквер-Гарден, куда она хотела записать меня на приз для сибирских лаек. Я вам сейчас расскажу про эту самую квартиру. Дом был обыкновенным нью-йоркским домом, выложенным мрамором у входа и булыжником повыше первого этажа. Чтобы добраться до нашей квартиры, нужно было под... Нет, не подняться, вскарабкаться на три лестницы. Моя хозяйка наняла ее без мебели и обставила ее, как полагается, старинным 1903 года, мягким гарнитуром, олиографией с изображением геш, заседающих в Гарлемской чайной, каучуковым деревом в катке и мужем. Клянусь созвездием пса, вот жалкое было двуногое. Это был маленький человечек с песочно-желтыми волосами и ушами, сильно смахивающим на мои. Он был заклеван, как будто все клювы всех туканов, фламинго и пеликанов всего мира щипали его. Он всегда вытирал посуды и выслушивал рассказы моей хозяйки про дешевое и рваное белье, которое развешивало на веревке дама со второго этажа, у которой было, однако, белье чеманто. И, кроме того, она заставляла выводить меня на веревочке, пока она готовила ужин. Если бы мужчины знали, как проводят время с женщиной, когда они одни, они ни за что бы не женились. Романы Лауры Линджиби, щелканье орехов, натирание мускулов шеи миндальным кремом, причем посуда остается немытой, получасовая беседа с поставщиком льда, перечитывание связки старых писем, закуска из парочки пикули и двух бутылок мальц-экстракта, просеживание в течение часа у дырочки, выцарапанной в матовом стекле окна, чтобы посмотреть, что делается в квартире напротив, пожалуй, вот и все их занятия. За 20 минут до его прихода со службы они начинают прибирать, поправлять прическу, чтобы не торчала фальшивая подкладка, и вытаскивают ворох шитья, чтобы разыграть 10-минутную комедию. Собачью я вел жизнь в этой квартире. Большей частью я лежал в моем углу и смотрел, как толстая женщина убивает время. Иногда я спал и видел первоклассные сны о том, как я на дворе гоняюсь за кошками, а те прячутся в подвалы, или ворчу на старых дам с черными метенками. Одним словом, выполняю истинное назначение собаки. Тогда она набрасывалась на меня со всякими сопливыми телечами нежностями и целовала меня в нос. Но что мне было делать? Ведь собака не может жевать гвоздику, чтобы от нее разила, по крайней мере, за милю. Я начал жалеть ее мужа. Про собачьте всех моих кошек, если вру. Мы были так похожи друг на друга, что это начали замечать люди на улице. И потому мы бросили ходить по тем местам, где разъезжает Морган в своем кебе. И предпочитали взбираться на кучи прошлогоднего снега на улицах, где живет бедный люд. Как-то раз вечером, во время одной из наших прогулок, когда я старался изобразить из себя примированного самбернара, а старик притворялся, что у него нет особого желания задушить первого шарманщика, которого он поймает за исполнением Мендельсонского свадебного марша, я взглянул на него вверх и по-своему сказал ему, «Ну чего это ты такой кислый, рак ты вареный? Ведь она тебя не целует, тебе не приходится сидеть у нее на коленях и выслушивать разговор, по сравнению с которым опереточная либретта покажется равным по мудрости афоризмам Эпиктета». «Ты должен радоваться, что ты не собака. Бодрись и забудь тоску». Матримониальное недоразумение посмотрело на меня вниз с почти собачьим выражением лица. «Что, собачка?» говорит он. «Хорошая собачка. Ты так смотришь, точно говоришь. В чем дело, песик? В кошках?» «Кошки, я говорю». Но, конечно, он понять меня не мог. Людям ведь не дано разговаривать, как это делают животные. Единственная область, где возможно общение между собакой и человеком, это билетристика. В квартире напротив жила дама, у которой был чернопегий терьер. Каждый вечер ее муж выводил его на цепочки, но он возвращался домой всегда веселый и неизменно что-то насвистывал. Однажды мы с чернопегем обнюхали друг друга на лестнице, и я попытался добиться у него разъяснения. «Слушай-ка, попрыгун», говорю я ему, «ты знаешь, что ни один настоящий мужчина не любит разыгрывать на людях роль собачьей няньки. Я еще ни одного не встречал, который, будучи прикреплен к собачке, не выражал бы всем своим видом желание проглотить всякого, кто на него смотрит. Но твой хозяин возвращается каждый раз веселеньким, точно фокусник-любитель, которому удался фокус яйцом. Откуда это у него берется? Не уверяй меня, что ему нравится». «У него-то», говорит чернопегий, «он употребляет лучшее средство, указанное самой природой, насвистывается. В начале, когда мы выходили, он конфузился и робел. Но после того, как мы обойдем восемь баров, ему уже все равно, что у него на удочке болтается. Собака или морская кошка?» «У меня эти вращающиеся двери баров отхватили уже дюйма два от кончика хвоста, когда я пробовал проскользнуть через них. Указание, полученное мною от этого терьера, заставило меня призадуматься. Однажды вечером, часов около шести, хозяйка велела ему приготовиться, чтобы вывести Дусика для принятия обычной порции озона. Да, я до сих пор это скрывал, но вот как она меня прозвала. А чернопегого звали Тютелькой. Я считаю, что все-таки обогнал его на несколько зайцев. Но все же, величать пса Дусиком ничуть не лучше, чем привязать ему пустую банку к хвосту. На тихой улице в укромном месте перед входом в заманчивый, приличного вида бар я стал натягивать лесу, на который болтался мой гувернер. Я ринулся, очертя голову к дверям, царапал их и визжал не хуже собаки в отделе происшествий, когда она старается дать понять семье маленькой Алисы, что девочка увязла на топком месте, собирая цветы у ручья. «Лопни мои глаза», сказал широко улыбаясь муж. «Лопни мои глаза, если этот шафрановый потомок бутылки с лимонадом не приглашает меня войти и выпить стаканчик». «Постойте, да с каких это пор я не подходил вообще к стойке?» «Я, пожалуй...» Тут уж я понял, что он от меня не уйдет. Он сел за стол и начал пить горячее шотландское виски. Целый час Кэмпбелли так и шли у него друг за дружкой. Я сидел рядом и вызывал лакея, стуча хвостом о пол и поглощая дорогую закуску, с которой отнюдь не могли сравниться явства мамаши, покупаемые в гастрономической лавке минут за восемь до прихода папаши со службы. Когда все шотландские продукты, кроме ржаного хлеба, были уничтожены, муж отвязал меня от ножки стола и повел меня к выходу, дергая за сворку, как рыбак, поймавший на удочку лосося. На улице он снял с меня ошейник и выбросил его вон. «Бедная собачка», говорил он, «хорошая собачка, не будет она больше тебя целовать, а то чистый срам, собачка, милая, беги, попади по трамвай и будь счастлива». Но я отказался его покинуть, я начал прыгать и резвиться вокруг него, счастливый и довольный, как щенок на коврике у камина. «Эх ты, старый блохастый охотник за воробьями», сказал я ему, «только ты и умеешь, что выть на луну, догоняться за зайцами, да яйца воровать, а не видишь, что я вовсе не хочу уходить от тебя. Разве ты не понимаешь, что мы оба с тобой заблудившиеся в лесу щенята, а хозяйка, жестокая мачеха, которая хочет нас извести, тебя вытиранием посуды, а меня мазью от блох и розовым бантом на хвосте. Почему бы нам не бросить все и не стать навсегда товарищами? Вы, может быть, будете утверждать, что он меня не понял. Не стану спорить, но горячая шотландская виска ему точно жару поддала, и он остановился на минуту в размышлении. «Собачка», наконец сказал он, «мы больше дюжины жизней на земле не проживем, и мало кто из нас достигает трехсотлетнего возраста. Назови меня чертом, если я когда-нибудь вернусь в этот ад, а ты будешь сукиным сыном, если нос туда покажешь. Держу пари на шестьдесят против одного, что запад выиграет сегодня у востока на корпус взрослой таксы». Сворки не было, но я, несмотря на это, добрался, весело прыгая, до парома на двадцать третьей улице вместе с моим хозяином. И кошки, встречавшиеся нам по дороге, имели полное основание радоваться, что у нас ведывали от своих первобытных предков острые когти. Когда мы переехали на пароме на другую сторону, мой хозяин сказал какому-то незнакомцу, который стоял тут же на вокзале, ел булку с изюмом. Мы с собачкой думаем махнуть в скалистые горы. Но больше всего я обрадовался, когда мой гувернер, дернув меня за уши так больно, что я завыл, объявил мне. «Эх ты, обезьяна головая, крысохвостая, желтошерстая дворняга, знаешь ли ты, как я отныне буду тебя звать?» Я вспомнил Дусика и жалобно завизжал. «Барбосом буду тебя звать», сказал мой хозяин. «И я пожалел, что у меня не пять хвостов, и я не могу достаточно намахаться, чтобы достойно отметить это нововведение». «Барбосом буду тебя звать». «Барбосом буду тебя звать».